Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Меня очень много спрашивали, почему я не завожу уток, гусей, индюков, цесарок, страусов, всяких прочих. Но в основном уток, гусей, индюков. По пути домой расскажу, я буду идти впереди, а Артем будет догонять. Первым, кого я хотел завести, это уток. Мы даже участок приобрели с озером, как раз таким, как я хотел. Чтобы уточки были, потом там карпов завести. Ну, в общем, такое вот. Уточки кушают, получат еду, карпы доедают. Потому что утки очень любят сильно в воде все смачивать. У них такая привычка, они живут в воде, поэтому все связано с водой. Индюков тоже хотел развести. У гусей, если было бы озеро, тоже было бы. Но потом случилось другое. Очень хороший участок попался. Там, где я сейчас живу, случайно Артем, вот Артем увидел, который снимает меня, увидел это объявление, написанное на столбе. Продается участок. Позвонили, спросили, сколько стоит. Ответили, в общем. Ну, там не было озера. Зато там были куры. Значит, никакого опыта у меня по содержанию птицы не было. Самое крупное животное, которое я содержал с самого начала до самого конца, пока их не отдали, это были морские свинки. Ну, там же были как-то и хомячки, но с хомячками я почти не работал. В общем, в основном, это такие самые первые мои животные, это были морские свинки. Сначала была одна морская свинка, потом две, а потом их стало очень много. А потом мы это дело все отдали, я уже не помню там куда, куда их отдали. То ли в детский дом, то ли куда их просто подарили. Да и все, перестали с ними работать. Поэтому никакого опыта ни с никакой птицей не было. Но на этом участке, где я приехал в Мошнах, были пять кур. Одна курица более-менее молодая и была около двух лет, приблизительно. А все остальные там пять или больше, трудно сказать. Они вообще не неслись. Четыре курицы не неслись, и одна такая была белая. Я ее называл сержант. Это первая курица, которая дал кличку. Потом я думал, может быть, через время заведу еще там индюков, может быть, уток. Но надо сначала разобраться с курами, чтобы научиться с ними работать. И оператор живой. Чтобы полностью все узнать, все секреты. Потому что в селе как-то держат. Пришли, через забор кинули. И все. Потом пришли, собрали яйца. Или даже ходят, ищут по всяким этим... По всяким укромным местам, где куры несутся. Или утки, или гуси. Где несутся, в общем, там ходят, собирают. Тоже такое. Ну, в общем, содержание без знания каких-то основ. Я решил научиться сначала на курах. Ну, думаю, годика два научусь. Годик научусь, а потом заведу уток. Ну, уток или гусей. Ну, потом что-то опять меня перебило. Потом, через время, опять перебило. Мы не хотели... Ну, там особо много. Не было ничего такого. Яиц было мало, так как и кур было мало. И все это дело постепенно отошло на второй план. Я решил заниматься только курами. Без всяких там разных другой птицы. Мне еще не нравится, как утки крякают. Гуси скрипят, как прямо не смазанные, включено. Это меня сильно раздражает. Петухи, да, тоже бывают, поют. Поначалу меня сильно раздражало, летом особенно. И соседские петухи пели, и мои пели. Все пели. Куры кокококали. В общем, всякие разные там звуки. Но потом постепенно немножко привык. А вот гуси очень неприятно. Самые неприятные это гуси и индюки. Индюки могут целый день непрерывно. Вот я у соседей слушал. Через четыре дома. Они держали индюков. Сейчас я не знаю. Очень, очень неприятно. Все время галдят и галдят. Ну, просто без остановки. Ну, и потом, допустим, потери. Если какие-то потери, то по деньгам получается просаживание меньше, чем у кур. Меньше, чем у индюков или гусей. Так что не держу, потому что неприятные звуки. Я этим никогда не занимался. Решил сосредоточиться, изучить полностью кур. Там вообще кошмар. Просто ужас. Вот этот шум, он меня еще в городе, когда я жил в городе, очень сильно раздражал. Всевозможный шум. А тут в селе. Ну, вот и собака тоже. Лает. Чего она лает? Она даже нас не видит и не слышит. Люди держат собак только ради того, чтобы они лаяли. Кормят их, поют, размножают их. В общем, непонятно, для чего. Функция охраны у них минимальная. Вот она горячая отродит. Наверное, никто не водит. Да, уколы не делают, прививки не делают, проверки не делают, этих глистов не травят. Потом, говорят, отравили, что-то сдохло. Ну, в общем, такое. То же самое с вот этими крупной птицей. Вот я слышал историю про индюшку. Индюшка у знакомых, это с первых лиц мне рассказывали, от первого лица вернее. То есть это не какой-то там, это не какая-то там сплетня. Высиживали в прошлом году, весной, индюшка высиживала яйца. Пришла лиса и съела пол индюшки. Вот так. На следующий день пришла и доела там все, что там было. Поразбивала эти яйца и вылезала все, все яйца. И съела вторую индюшку. Ну, то есть, понимаете, да, по корму сколько это получается. Две индюшки, это, как я не знаю, как штук пять кур или даже больше, может с десяток. Ну, такие, наверное, крупные же индюшки были. Я имею ввиду только кур, а не петухов. Ну, а мне индюшка нравится, они святят по тополинам. Я согласен, да, все, все классно. Тем более... В магазине просто курит, 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 курит. Можно сказать, как тканина, курина. Да, курятина, да. Такая мыльная уже, вся вот эта... Ну, там их там накалывают. Вот в магазине промывают. В общем, вот такое, как подготовка перед похоронами. Да, я ел индюшатину, мне нравится. Гусей я не пробовал. Ну, так, по-моему, давно, очень давно, еще в советское время так покупали, когда у нас там ферма появилась. Ну, может, и будут, но... Если страус увидит, если он шакала убивает ногой, может и клювом убить, может, ногой. Турнуть так, что мало не покажется. Да, страусов не держу. Почему? Ну, никто не предлагал страусов. Хотя, хотелось бы. Яйца у них дорогие. Конечно, содержание, естественно, тоже было бы дорогое. Пока у меня нет такого финансовой стабильности. Ну, допустим, осенью у нас идет сезон, где-то с середины июля получается начало сезона уборки зерновых. Вот маленькие участки, вот, допустим, вот тут росла кукуруза, а рядом речка. Вот, рядом вот это, чтобы вдоль дороги огорожено. Потом, когда-то тут садили пшеницу. В общем, такие маленькие участки. Это суток по 25 приблизительно. Где-то от 20 до 30. Может быть, чисто посев участка у людей, у селян зерновыми. Вот видно тут кукурузы. Далее выращивать самому зерно. Еще не то, что не рентабельно, а дороже получается. Но если посчитать все, купить зерно, время потраченное и комбайн заказать. И эту сейлку вначале. Ну, у селян, понимаете, тут очень много земли. Им приходится делать какой-то севооборот. Они не могут все время садить картошку. Вот картошка у нас довольно основное такое. А потом все остальные уже идут. И это как отдых. Пшеница это как отдых. Просто посеяли там, пришли немножко. Раза два скосили буреный. Да-да. И потом все. Потом только во время уборки поподкосили, когда оно высохло, чтобы не горело там края. И все. И можно, в принципе, отдыхать с этого участка. У селян очень много участков тут. От родственников пооставалось. У меня такого нет. Ну, в общем, это насчет зерновых. А насчет птицы. Вот я уже решил изучить психологию кур, чего я думаю, что достиг в определенных результатах. Я уже многое, что понимаю. Даже понимаю то, что в основном петухи, когда сосредотачиваются, и куры тоже, они смотрят левым глазом. Почему-то. Хотя, казалось бы, правый глаз должен дальше видеть, ну, в основном же где-то половина правшей или большая часть правшей. А вот у кур так. Когда они высматривают какую-то опасность, они смотрят левым глазом. Наверное, как мобильные телефоны сейчас по два и более объективов идет. И матрица камеры. Это, знаешь, одна ночная матрица. Ну, у них... Другая дневная, одна вдаль. У них три варианта. Другая широкоугольная. У них, видать, тоже один глаз. У них три варианта смотреть глазами. Первый вариант. Это одним глазом смотреть куда-то, в каком-то месте, в какую-то точку. Второй вариант. Это сосредотачиваться вперед, смотреть, что перед клювом. Это чтобы клюнуть. Фокусировка. Балансировка. И третий вариант. Два глаза смотрят в разные стороны. Вот такие дела. Поэтому помещения у меня нет дополнительных. Я вот недавно освободил второе помещение. Там у меня свалка была. и это там в основном или петухи, или цыплята. Так что нет места ни для каких других. Ни для другой птицы, ни для других животных. Все это надо строить. Строить пока времени нет. Сейчас я газетку заберу. Чем-то еще заниматься тоже нет особого. Другими какими-то животными нет места, нет времени этим заниматься. и соответственно утками, гусями, индюками я не занимаюсь. Поэтому а так сидеть безвылазно, то есть все хозяйство на мне. Это и корм я большей частью готовлю и закупаю. То, что у нас не растет. А у нас кроме топинамбура все остальное надо закупать. и что? Получается, я даже никуда не вырваться не могу. Даже в город поехать затариться тоже не могу, потому что куча этих куча птиц. Вот такие вот дела. Так что Арсений Селезнев зверовой. Почему я не держу другой птицы и животных? Потому что я тогда безвылазно буду сидеть на участке и просто не смогу ничего делать остального. Хотя мне хотелось бы больше другим чем-то заниматься, а не только птицей. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверовой. Смотрите обновления. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok